Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским. Наш эфир продолжает программу «Радиоблог» с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Серёжа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, в эфире очередной «Радиоблог». И прежде чем я представлю сегодняшнего собеседника, я бы хотел напомнить о том, что наш проект, проект медиагруппы «Континент», ТВ-клуб «Континент», который уже несколько лет функционирует на Ютубе, сделал ещё одну площадку, то есть не то чтобы сделал, а решил использовать эту площадку, она называется «Рамбл». Я уже говорил на прошлой неделе о ней, я говорил о том, что мы будем выкладывать туда наши очередные видео. Более того, я скажу, наверное, какие-то видео мы начнём ставить именно туда первоначально, потому что у нас есть заинтересованность в том, чтобы развивать эту площадку, я имею в виду даже не её, а нашу продукцию на ней, и с тем, чтобы, ну, как говорится, бережённого Бог бережёт. Всякий раз, когда я что-то ставлю на Ютуб, я должен волноваться о том, не зарубит ли это цензура, не найдёт ли опять что-то в наших словах, в наших идеях для себя неприемлемого. Поэтому всех ещё раз приглашаю. Задавали вопросы, как там нас найти, я очень честно всё просмотрел, всем отписал. Я думаю, если вы наберёте в поиске по-русски ТВ-клуб «Континент», то вы сразу нас там и найдёте. Так что дело за вами, господа. Ну, а сейчас я хочу представить нашего давнего друга, давнего друга «Континента» и автора, и человека, который участвует в наших программах. Это наш ветеран, это человек, который был инженером, был диссидентом, был человеком, который, в общем-то, уехал очень давно из той страны, но в этой стране, уже где он живёт более 40 лет, мой собеседник тоже не стал прятать голову в песок, как некоторые, а очень активно участвовал и в общественной жизни. И, в общем, был и занимался и публицистикой, и писал, и был радиоведущим в том числе. Итак, разговор я сегодня поведу с Юрием Тувимом. Юрий, добрый день. Добрый день. Здравствуйте, Юрий Тувимом. Я рад вас видеть, слышать. Ну, мы совсем недавно сделали запись. Кто захочет, послушает её. Это было вчера, сегодня утром. Она появилась на нашем сайте, на «Континентовском», и на «Ютубе» появилась, так что можете послушать. А сегодня, может быть, какое-то продолжение разговора у нас и получится, почему? Потому что тема очень большая. Тема, на самом деле, в общем-то, заключается в следующем. Её обозначить можно знаменитыми русскими вопросами, которые традиционно задавались. Что делать, да? Так вроде бы. Да, что делать. А ещё есть поговорка. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Ну вот мы с такими поговорками и начинаем сегодняшнюю нашу беседу. Вот вы, Юрий, сказали о том, что вы слушаете довольно много того, что присутствует в «Ютубе», именно из такого консервативного контента. И говорите, что все о происходящем довольно много и подробно рассказывают. Но никто не даёт рецепт того, а что делать, собственно говоря. Ну хорошо, поставили диагноз. Дальше что? А дальше диагноз надо выполнять. Знаете что, Игорь? Просто ушло из обихода понятие гражданственности. Ведь это что же было сказано в России? «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Это же тогда Некрасов, это уже 150 лет тому назад. Вот приехали сюда, выбрались из советского ада, нашли работу, стали зарабатывать настоящие деньги, не так, как в России. И ушли в личную жизнь. Многие, не все, ушли в личную жизнь. Я вот на днях, не на днях, полгода тому назад разругался со своим старым, дорогим мне, до сих пор дорогим мне человеком. Я его спросил, как политически всё? И вдруг выяснилось, что он американский гражданин, но он не голосует. А это всё, у меня есть свои дела, я занимаюсь работой, я занимаюсь работой, я занят, мне хватает дел, но это выборы. Я говорю, Вася, ты что, не гражданин? Он говорит, нет, я гражданин, всё. Ну как же ты не будешь голосовать? Да я-то, говорит, не... Я говорю, Вася, ты не гражданин, ты на хлебник. На хлебник. Я говорю, ты как работаешь на ферме и получаешь там зарплату, и значит, а в делах фермы ты не принимаешь участия. Так же и здесь, ты член, ты гражданин Америки, ты должен принимать участие в делах Америки. Твоё участие минимально, это голосование. Как же ты не голосуешь? И, в общем, мы разрухали. То есть, мне до сих пор это неприятно, что так произошло. Всё-таки это был мне очень близкий человек. Но всё. Всё обвалилось. Юрий, вы же знаете, таких примеров много, когда человек говорит, у меня всё нормально, у меня работа, у меня дом, у меня всё, что связано с этим домом. Я не вижу каких-то больших, в общем-то, перемен, потому что предпочитаю какие-то новости не смотреть. Мы много путешествуем, ну, пока особенно пандемии этой не было, и так далее, и тому подобное. То есть, у людей всё хорошо, и им, собственно говоря, получается наплевать. Какая разница, кто там будет наверху? Так вот так и большинство американских наших коренных жителей Америки, они тоже, они привыкли к такой жизни, что жизнь хорошая для подавляющего большинства. А политика требует внимания, требует осмысления происходящего процесса. И что? И это значит время? Ну, вот и всё. И потихоньку ушли из политики жители, коренные жители Америки. У них же было это самое. Мы религию и политику не обсуждаем. Ну, религии-то дело личное, частное. Но политика же – это дело общественное. Её же не только надо. Люди обязаны обсуждать политику. И раз они не обсуждают, ну, развелась же, стала расти бюрократия, потому что выборные сенаторы, конгрессмены, у них есть аппарат, этот аппарат готовит им материалы. Самому конгрессмену, сенатору всё трудно охватить. Значит, есть аппарат, есть деньги. Аппарат растёт. Бюрократический аппарат растёт. И он подавляет даже выборный аппарат, потому что эти бюрократы, они всё время, они работают, они подсовывают конгрессменам, сенаторам материалы, всё. И этот процесс, он начал, наверное, давно очень происходить в Америке, но сейчас он очень сильно ускорился. Ведь когда мы только приехали и искали работу, был вопрос такой, где лучше искать работу? В правительственных органах, в городских, или в частной промышленности, в корпорациях? Что выяснилось? В корпорациях были хорошие зарплаты, а в правительственных, ну, как это называется, я забыл слово, бенефиты были меньше. В государственных предприятиях зарплаты были ниже, но зато были очень хорошие пенсионные бенефиты и всякие другие, медицинская страховка. А теперь бюрократия выросла до того, что у неё и зарплата выше, и бенефита выше. Ну, всё, вся беда в том, я говорю, я что-то плохо говорю, башка у меня путается, у башки всё. Всё, всё в порядке. Можно сказать, но я не понимаю, ушла гражданственность из наших людей. Вот ещё раз, эта пассивность, она объяснима. Плюс такой момент, вы упомянули про коренных, но коренных имеется в виду не индейцы, естественно, в данном случае, а те, кто тоже сюда прибыл, но, может, на несколько веков раньше, я имею в виду их предков. Так вот, для них очень сейчас, для многих, проблематичный момент в том, что переписывается история, и вот та история, которая Америки, с одной стороны, а с другой стороны, они мало осведомлены о вообще мировой истории как таковой, и в частности, об истории такой страны, в которой нас угораздило родиться, но которой больше нет на карте. И там, чуть более ста лет назад, в 1917-м, произошёл переворот. И вы же прекрасно помните, по истории, которую мы изучали так или иначе, и знаем немного о чём-то, так там что случилось? Очень многие люди тоже были вполне себе благодушствовали, и даже большевикам помогали своими средствами. Что потом получилось? Но об этом, если вы спросите, вот вы выйдете из своих даже соседей, которые, в общем, принадлежат к хорошему такому среднему классу, что они вам ответят на сей счёт? Да ничего не ответят, они даже ничего не могут сказать. Ну хорошо, их устраивает вот то, что вот они видели, скажем, в прошлом году летом? Да нет, большинство не устраивает, но они не понимают, что произошло летом. Они не понимают. Я спрашиваю этих своих соседей американцев, я говорю, ну как это может быть? Трамп по всей стране устраивал эти ралли предвыборные, были десятки тысяч человек. Байден просидел в подвале, один раз выступал, было, я помню цифру, 18 человек на его выступлении. Ну как это он мог выиграть выборы? Откуда? Ответа никакого нет. Откуда? Вот Тихрас обратился в Верховный суд, Верховный суд отказался рассмотреть дело. В Верховном суде большинство консерваторов, а дело отказались рассмотреть, оказывается, в Верховном суде решает, какое дело принять, а какое не принять. Это председатель Верховного суда. Ну а он, так ему проще, вот и все. Не, ну он известная в этом фигура. Вы помните, что было с Абамакер? Чей голос, в общем-то, перевесил, и Абамакер пошел гулять по стране. Это именно заслуга председателя Верховного суда. И тем более это странно, конечно же, было наблюдать, учитывая, сколько усилий приложил тот же Трамп и его администрация, и вообще консерваторы как таковые, чтобы эти люди прошли. Помните, что с Кавана, допустим, творилось, да? Да. Плохо помню, что он точно сказал, этого не могу. Ну, точно не точно, а суть-то такая, что ваш вопрос простой, он никакого ответа не может быть получено, потому что люди, те, кто не хочет вообще ни думать, ни рассуждать, а просто принимает все как есть, и когда заходит речь о фальсификации, скажем, выборов и так далее, они говорят, нет, ничего подобного, все нормально было. Да, все нормально. До сих пор, время от времени, появляются какие-то сообщения, что где-то там находят пачку каких-то бюллетеней старых или новых, или пропущенных через машину, нет, все время. Все время, я надеюсь, что в конце концов правда восторжествует. Ну, надежды юношей питают, понимаете? Да, я понимаю. Ну, вот один из таких вопросов, который мы, кстати, уже с вами не раз обсуждали, но тем не менее, это вопрос отца и дети. И вот он вызывает, как правило, у вас, ну, скажем, такую реакцию сразу, которая не делает особых загадок, да? То есть, к сожалению великому, многие дети, выросшие, причем в семьях, хлебнувших хорошо, да, вот в той стране, вырастают почему-то левыми, почему-то леволиберальными. Как это объяснить? Ну, потому что школы, потому что школа. Я вот сейчас разбираю свой архив, который довольно большой, и я там обнаружил, что я написал рецензию на пару школьных учебников. Я забыл совсем про это, что, нет, я помню, что писал, но я забыл про, что именно я писал. Там же кошмар какой-то. Школьный учебник истории Советского Союза для средних школ американских, или high school, or middle school, я не знаю. Ну, просто полное вранье. Да полное розовое вранье. Ну, хорошо, написал рецензию, ее опубликовали, и дальше что? И учебники-то не изъяли из библиотек школьных, они же остались. Это когда было дело? Как давно? Ну, это было давно, это было до перестройки. До перестройки давно. А, то есть это еще совсем? Это совсем давно, это как только я начал говорить по-английски. Я сразу, вот, мне, между прочим, Юра Фельдшинский помог в этом деле. Юра Фельдшинский, по-прежнему, я читал буквально на днях, он зажигает очень здорово на свободе, по-прежнему он в теме предательства Трампа, его кооперации с Путиным, вы знаете, наверное, да? Да. Вот это мне непонятно. Непонятно. Кстати, он приходил на эту же народную волну, я его приглашал, он не раз был. Это в тот период времени, до Трамповский. И мы с ним многие вопросы обсуждали, он рассказывал о России, там довольно интересные вещи, естественно, он человек достаточно знающий. Ну, как только Трамп пришел, произошла такая метаморфоза, что... А вот, Игорь, вот это самый интересный момент вы затронули. Понимаете, оказывается, человек устроен таким образом, что вот нравится или не нравится. Ну, вот не нравится Трамп. Вот. И сколько угодно можно найти. Вот, ну, не нравится и все. Грубый, говорит косноязычно, террифик у него любимые слова и так далее и тому подобное. И мой покойный друг, мы с ним все время спорили. И я ему говорил, Гриша, нельзя так себя вести, как ведет Трамп. Ничего не будет. Он все делает правильно. Я говорю, Гриша, нельзя быть таким. Ведь люди, которые его слушают, будут голосовать. Нет, он все делает правильно. Ну, все, вот получилось. Ну, тут всегда есть противоречия. На самом деле вопрос его поддержки, это не вопрос каких-то поддержки каких-то его индивидуальных моментов, его персоналити, так называемых. То есть, о чем это можно сказать? В первую очередь люди поддержали ту повестку дня, ту адженду, которую он предложил. И не просто предложил, он же ее начал притворять. Он же не политик, как политик. Политики обещают, но не делают. Он обещал и делал, шаг за шагом шел, несмотря на все противодействие. Другое дело в персональном, так сказать, он, да, он был далеко не совершенен, только покажите мне пальцем на совершенного. Назовите кого-то, кто безупречен, кто не имеет никаких каких-то отрицательных личных черт, характера. Об этом написал в свое время вот такой крупнейший ученый, компьютерщик интеллекта, вот Геллерентер. Этот человек, он в Ельском университете, профессор. В самом начале трамповского срока, или даже, может быть, это было до того, как он стал президентом, но написал статью в журнале, в комментарии. Потом я, она была перепечатана. Он сказал, что если вам не нравится Трамп, вкратце я говорю, то не приглашайте его в гости. Он выбран президентом. Смотрите, что он делает. Он не нравится вам? Ну ладно, ну не нравится. Это не задача президента, нравится всем. Вот это точно. Надо делать дело. Ну вот и все. Потому что... Он делал дело. Он делал фантастическое дело. Прежде всего он убрал огромное количество всяких ненужных порождений бюрократического аппарата. Все эти правила, нормы, формы, все. Он убрал. Сразу промышленность пошла в гору. Один американский президент, по-моему, гувер, сказал, бизнес of America is business. Все. И бизнес стал расти. Америка стала энергетически независимой. Зарплаты стали повышаться. Уровень безработицы упал далеко. Просто до самого низкого уровня за всю историю Америки среди черных и латинос. Безработица была минимальная. Машина работала. Ну вот теперь что? А теперь покупаем нефть в Саудовской Аравии? Ну? Да. Ну и еще инфляцию можно вспомнить. Но у нас сейчас небольшой перерыв. А потом, собственно, мы все равно вернемся к вопросу, с которого начали. Что же все-таки делать? А что делать? Сейчас, Юрий, у нас реклама, потом мы... Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цезарским. Возвращаемся в программу Игоря Цезарского радиоблог. Телефон в студии 847-400-5200. Напомню, в этом сегменте вы можете звонить, задавать вопросы. Кстати, у нас уже есть звонок. Да, пожалуйста. Добрый день. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот три года назад Демократы из штата Калифорнии вышли с инициативой проведения у себя в штате выборов через почту. Они послали бюллетени через почту. И что им позволило выиграть даже в республиканских графствах. И теперь у них там 55 конгрессменов в Конгрессе, что никогда не было до этого. И эту инициативу уже поддержали во всех других штатах. И провели это на федеральном уровне в 2020 году. И что помогло им уже одержать победу над Трампом. И вот на днях Горсовета Нью-Йорка вышла с инициативой проведения, о привлечении в науковыборах людей обладательных грин-кард. Как вы думаете, как будет ли эта инициатива поддержана на федеральном уровне? И как скоро наш Горсовет Нью-Йорка уже привлечет к голосованию нелегальных иммигрантов? И после этого запретить республиканство, участвовать на эти выборы. Спасибо. Спасибо за вопрос. Юрий, у вас есть ответ? Если вы мне повторите этот вопрос, потому что звук какой-то шел. Очень хорошо. Ну, вкратце, наш слушатель говорит о том, что почтовое, во-первых, голосование использовали в Калифорнии, которое помогло, естественно, демократам забрать даже те графства, где до того были республиканцы. Это во-первых. А во-вторых, он иронизирует над тем, что есть уже такие заявления, чтобы допустить до выборов, ну, я не знаю, я не слышал об этом, но, может, оно и есть так, в Нью-Йорке, допустить до выборов обладателей грин-карт, ну, то есть не граждан. А следом можно ожидать, что и вот эти все, кто сейчас караванами сюда идет, вообще будут тоже голосовать. Вот есть такие опасения у вас непосредственно? Да, конечно, есть. Эти опасения просто как дурной сон. Боюсь, что дурной-то сон испаряется, а опасения могут остаться. Они все, противная партия, демократическая партия, они все сделают для того, чтобы довести их благие пожелания до страшного конца, до крушения этой страны. Ответ понятен. Так, у нас звонок ушел. Хорошо. Ну, я понимаю, я с вами могу согласиться. И дело вот в чем, что даже вот те требования, когда не требуют, но не надо предъявлять свой ID для того, чтобы проголосовать, тоже о многом говорит. Ну, конечно. Ну, как это не предлагают? Машину водить надо иметь удостоверение. А быть гражданином и голосовать, как это не надо? Это какой-то сумасшедший дом уже. Это граничит сумасшествие. Может быть, это даже настоящее сумасшествие. Может, и есть. Но ведь там же есть огромная подоплека, желание разрушить страну. Да, это точно. Давайте послушаем нашего слушателя. Может, еще какой-то вопрос будет. Добрый день. Здравствуйте. У меня будет ответ. А у вас ответ есть? Я пропустила, как зовут вашего гостя. Это Юрий Тувим. Да, очень приятно. Мне кажется, что он с Украины. Может быть, я ошибаюсь. Он уже более 40 лет живет. Но, тем не менее, так или нет? И живет в Бостоне. А изначально из Украины, нет? А, изначально он из Москвы. А, ну, тогда начали ошибаться. Просто это родное грязь слышно. Дело в том, что вы спрашивали, каким образом выиграл Байден. Он не выиграл. Это было чисто фальсифицировано. Хорошо, с Байденом. Сейчас разговор был о Калифорнии, где, благодаря почтовому голосованию, как выиграл Байден, мы сто раз обсуждали, и все прекрасно знают, благодаря каким подсчетам он выиграл. И даже не стоит на это время тратить. Спасибо. У вас звонок еще есть, да? Добрый день. Перезвоните, пожалуйста. 847-400-5200-4000-5200. Перезвонят люди, соскочил звонок. Ага, хорошо. Ну, вот, собственно, сомнения, которые появились у многих людей, в том числе у тех, кто, в общем-то, даже и сочувствуют, и голосуют за демократов, они никуда не делись. И как вы считаете, Юрий, вот стоит на следующий год нам всерьез опасаться, что, ну, что будет опять какая-то вот такая история неприглядная. У нас еще есть звонок, попробуем принять, а потом уже со мной. Слушаем вас. Да, это не вопрос, это скорее комментарий. Может, я еще раз у меня на кухню соберемся, посидим, поболтаем. Да, с удовольствием, да, только если нальете еще, окей? Спасибо. Далой. Все, видите, Юрий, нас уже на кухню позвали. А это, это хорошие обычаи. Хорошие обычаи. Просто этот человек не очень понимает, что на кухне вот Юрия Тувимова в свое время сиживал такой человек, как Андрей Дмитриевич Сахаров. Ну и так далее. Это еще в то время, когда Юрий жил в Москве. Так что вы сначала обозначьтесь, а потом мы уж решим, на какую кухню нам пойти. Окей, так вот, скажите, Юрий, как вы считаете, все-таки 22-й год, мы много об этом говорим. У нас, вы говорите, надежда все-таки есть. Вопрос заключается в том, что мы будем делать. Пойдем на голосование, я так понимаю, да? Ну, а как иначе-то? А как иначе? За кого будем голосовать? Будем голосовать за республиканскую партию. Правильно. А вот, мне кажется, стоит начать разговор вот еще о чем. Ведь существует праймерис, так называемые, внутри партии. И мне кажется, вот это сейчас еще тоже один очень актуальный момент. Потому что, вот, голосовать за таких людей, как, предположим, Лиз Чейни, Митч МакКоннелл, Митромни, Мурковский и прочих прочих, вот я бы не пошел. Просто я бы проголосовал за президента, вот когда это наступит время. Ну, вот за таких людей я бы не пошел голосовать. Ну, конечно. Но ведь, к сожалению, таких людей много. Вот в нашем городе, вот, есть республиканская партия. Ну, нормально, все хорошо. Наша газета стала просто печатать без конца антитрамповские материалы. И я пришел к бабе, которая занимается республиканскими делами. Я говорю, слушай, газета совершенно спятила. Она просто превратилась в орган пропаганды. Давай устроим, я говорю, демонстрацию. Ну, 10 человек перед редакцией. Они же вынуждены будут опубликовать что-нибудь об этом. Потому что, если уж нет, то тогда большой скандал. Она мне говорит, нет, нет, мы не будем этого делать. Я говорю, почему? Она говорит, ну, газета всегда печатает наши объявления, когда у нас есть какое-то собрание. А так она не будет печатать, как мы будем работать с этим делом. Вот, и все. И это называется республиканская партия. Понимаешь, прогнила очень глубоко политическая жизнь в Америке. Вот надо, чтобы люди стали интересоваться по-настоящему. Но ведь люди же их не научили в школе. В школе был такой предмет – сивикс. Это основа государственного устройства, основа политики. Потом сивикс вообще убрали из школьной программы. Потом его ввели обратно. Да только не во всех штатах. И только очень краткий курс. И чему дети учатся в школе? Что у нас есть президент, у нас есть палата представителей, у нас есть сенат и Верховный суд. Вот это они учатся в школе. Больше ничего. Какова подоплека жизни государства? Что такое вообще участие народа в политической жизни? И даже об этом никто ничего не говорит. Ну и все. Все люди хотят хорошего. Но ведь поговорочка есть такая, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Ну да, к сожалению... И дети не объясняют сущность этого политического процесса. И им не объясняют это. И им не объясняют... Нет, ну детям зато сейчас объясняют, что такое критическая расовая теория. А детям объясняют, что социализм – это хорошо, это справедливо, это правильное распределение того, что производится. Да? И, в общем, вот так. Хорошо, у нас есть звонок. Добрый день, слушаем вас. Пожалуйста, вы в эфир. А есть? Добрый день. Спасибо за ваши передачи. Я хотел бы действительно сказать, знаете, то, что вы говорите, это правда. Потому что даже если вы помните, когда-то Клинтон сейчас сказал, что мы диплорабл. Все, понимаете? То есть они нас читают, как какой-то, знаете, пыль или какая-то это да. И, в принципе, отношение ко всему, к этому. То есть мы диплорабл, то есть что он нам скажет, то мы и делаем. И вы правы, что в школах происходит. Самое главное отношение – это даже не учебники, которые их учат. А вот спорт. Вот их учат больше спортом заниматься. То есть выпускают каких-то дебилов с огромными мускулами. А теперь еще их разрешают, чтобы они были там, знаете, трансджендерами, или себя предпринимали, что они девочки или мальчики. И вот это все. То есть выходят люди, которые полностью, как говорится, знаете, дебильные в этом отношении и готовят такую страну дебилов, понимаете, которые легко управляют. Ну, а по-моему, мое общее отношение, что, знаете, у нас нет как таковой республиканской демократической партии. У нас есть одна партия, которая играется между собой, значит, играется какое-то там течение республиканцев и демократов. И вот они нас, это самая дурят в этом отношении, а сами интересуются только своими прибылями и достаточно, что они могут сорвать Китай, чтобы собрать это вот как-то пошли, ну и все. И там между собой какие-то разборки устраивают тогда эти для популяции как-то себя и какой-то там своих отношений. Ну, вот и все. А те, кто задумывается до конца, что куда мы идем и что, таких очень мало, потому что страна их не готовит и не заоритованы. Плюс иммигранты, которых они открыли, люди еще больше диплора, которые приходят в эту страну. То есть полная, как говорится, единственный человек, который хотел как-то что-то перевернуть и что там был бизнес-арендан, там, ну они сразу его затюкали, потому что что с одной стороны демократов, что с другой стороны республиканцев. Вот и все. Спасибо за ваше мнение, Юрий. Ну вы слышали, да? В принципе. Очень плохо, потому что... Не совсем хорошо у вас звук идет. Хорошо, я понял. Ну, в общем-то, да, наш слушатель поддержал ту идею относительно образования и того, что... Чему учат и какие оттуда выходят, но образование образованием. Иногда вот вот пассивность меня удивляет общественно, именно вот той стороны, которая относится к консервативной части. Вот вы помните, к чему привел этот весь случай в Миннеаполисе, да? Который тут всколыхнул всю страну. Да. Да. Ну это мы понимаем. То есть была команда ФАСа и пошло дело. Но вот ужасающий случай был в штате, вот здесь, где я нахожусь, в Вискансине, в одном из благополучных хороших пригородов один мерзавец передавил тот рождественский парад. Шесть людей погибло, десятки ранено. И что вы думаете? Вот они сделали такой небольшой мемориал там, да? Цветочки положили, написали трогательные какие-то вещи в местной газете. Но при этом люди, вот то, что вы рассказывали, когда вы пошли к своей республиканской деятельнице, да? Я не знаю такого, чтобы кто-то пошел к офису этого негодяя. местного здешнего прокурора городского, благодаря которому он-то свалил все на свою помощницу, но на самом-то деле это его политика выпускать всяких вот таких уродов без, в общем-то, залога такого человека. Потому что если даешь залог высокий, они якобы его оплатить не могут и не могут выйти и продолжать свое черное дело. Понимаете? Да. Но что меня вот так вот в принципе вопрос рожден чем? Что никто у его офиса не встал ни с одним плакатом, ни с одним вопросом. О чем это говорит? Ой, давайте, есть польское слово называется, звучит быдло. Вот нету гражданственности, она ушла во многом из американской жизни. Люди не чувствуют себя гражданинами и не чувствуют необходимости быть заинтересованными и быть участниками жизни страны. Им достаточно комфортабельны жизнь их семьи. Все. И пока она комфортабельна... Хорошо. А смотрите, вот приходит вот такое, что пришло вот этим людям. Ну да, но они лично не пострадали, да? Ну как лично? У кого-то ребенок погиб, там у кого-то бабушка его задавила этот поганец. И? А нету исчезло понятие гражданственности, что ты обязан участвовать как гражданин. Они плачут, они... Правильно. Ну, они говорят хорошо, что мы можем сделать? А, ну, вот они говорят... Во-первых, вы выбираете кого для начала. Во-вторых, есть какие-то, наверное, формы, никто же не говорит, возьмите оружие, идите расчеты делайте с кем-то. Но есть, наверное, какие-то формы. какие? То есть, гражданского вот какого-то, я не знаю, неповиновения есть, вот каких-то выступлений и так далее. Игорь, большой урон нанесла, был нанесен американской жизни, особенно в последнее время. Люди перестали ходить в церковь или в синагогу. Вот в нашем городе, где я живу, ну, мы называем это Бостон, но это пригород там, закрываются церкви. Все. Мое первое публичное выступление в Америке было по случайному совпадению в одной из церквей этого города Глостера. А теперь, а теперь эта церковь не функционирует. Ну, это было 47 лет тому назад, 46. А теперь эта церковь там устраивается, вот летом там была устроена на площади перед этой церквью выставка старых автомобилей. Ну, хорошо, это тоже очень интересно. замечательно. Но церковь-то она... Я разговаривал с министром. Такая замечательная женщина. Она говорит, Юрий, ну что, малого народу ходит, ну что мы можем сделать? а у нас в нашей деревне на церкви вдруг повесили этот самый радужный флаг. Знаете, да, да, да. способ. У них наверху стоит крест, а тут висит этот внизу висит этот флаг. И? И что? Правда, его через пару дней сняли. Я хотел его содрать, но мне не надо. Не позволило. Не позволили вам это сделать? Ну вот, видите, вот это для кого-то это вот главное. Вот так. Оказывается, мы же этого даже не знали. Оказывается, мы все имеем многополисное половое значение, и каждый носит в себе и такие, и другие, значит, инстинкты, и надо люди помочь их осуществить, и надо ему сделать операцию, и давать ему гормоны, и вот, чтобы он был счастливым человеком. Ну, ну что? Ну вот, теперь есть в церквях эти свадьбы. Ну, согласны, было же гражданский союз, сделайте союз, тогда у вас будет общая жизнь, общие пенсии, общие там, медицинские покрытия, ну зачем называть это свадьбой? Ну, не-не, союзом гордиться нельзя, вот свадьбы можно. Ну да, а кто пирог на эту свадьбу не станет печь, какой-нибудь религиозный человек, у которого пекарня, ну того надо подвергнуть астроцезму, и штрафу. Мы уже перешли, да, на еще отдельную тему, которая, боюсь, у нас уже несколько минут осталась буквально, я все-таки хочу какое-то заключительное от вас услышать, ну, в общем-то, кто виноват, вроде как, мы понимаем, да? Вы сами виноваты. Да, и еще раз, что делать в то время, когда веры как таковой нет у людей не то, что, вот видите, они и церкви не хотят посетить или другие религиозные учреждения, а вот веры нет в тех избранников, в тех, кого мы выбираем, и получается замкнутый круг, получается, мы имеем тех, кого нам, в общем-то, преподносят, а потом мы говорим, а все так плохо, они же соглашатели, предатели и не выполняют наших каких-то поручений. Ну, что делать-то? Моя няня Клани говорила снять штаны и бегать. Вот так, да? Я не знаю. Когда... Ну, слушайте, Игорь, ну, что общество дошло до самоубийственного состояния? вот нужна какая-то серьезная встряска, серьезная встряска, чтобы люди очнулись от этого от этого ухода в личную жизнь, чтобы в людях пробудилась гражданственность. Я не знаю, но такая встряска может случиться в случае войны. Такая встряска войны. там, тогда уже все остальное как-то становится... Плюс у нас есть люди, которые вполне хотят революции. Ну, за этими людьми надо следить. Кто будет следить? Люди должны будут... Да, наши спецслужбы заняты внутренними террористами, то бишь людьми, которые консервативного плана. Люди должны следить за своим окружением, ну, не следить в смысле быть детективом, а просто быть внимательным к тому, что происходит вокруг, и быть активным в жизни. И люди должны понять, что вся наша жизнь зависит не только от от нашей зарплаты, она зависит от нашего окружения, от того, что происходит в обществе. Ну, хорошо. На этом мы, пожалуй, сегодня закроем наше заседание. Спасибо, кто слушал. И я думаю, мы не можем за одну передачу или за серию найти ответы на все те вопросы. Но, по крайней мере, мы пытаемся это делать. И просим вас участвовать в этом процессе тоже. Спасибо, до новых встреч. Спасибо, Юрий.